МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелёва. Мусульмане отмечают Ураза Байрам. Это один из главных праздников в исламе. Продлится он три дня, а сегодня в мечетях начались торжественные намазы. В Чебоксарах в них приняли участие более 500 человек. Дмитрий Ковалев продолжит тему. У Чебоксарской мечети Булгар верующие собираются уже с восходом солнца. В исламском календаре открывается десятая страница – месяц Шаваль. В первый день окончания поста в мечетях читают праздничные молитвы. Но разместить всех под крышей не удается. В зале и яблоку негде упасть. Для мусульман ковры стелят даже на улице. Речи мама транслирует громкоговорители. Ее слышно издалека. И надо просить у Всевышнего Аллаха, чтобы он также просил наши грехи, которые мы сделали. За то, что он помог нам завершить предшествующие празднику поклонения. В этот день последователи ислама восхваляют Аллаха. Молитву «Ид намес» верующие совершают только два раза в год в честь больших праздников. У Роза Байрама один из таких. Своё начало он берёт со времён пророка Мухаммеда. Мусульмане просят друг у друга прощения, раздают подарки и милостыню малоимущим. Имам столичной мечети намаз читает на арабском языке. Священные слова верующие слушают стоя. На протяжении 30 дней им было запрещено есть и пить до захода солнца. У Роза Байрам эти ограничения снимает. Столы сегодня буквально ломятся от всевозможных блюд. Во главе этой трапезы огромный чан с пловом. Отказ от пищи днём во время поста сами мусульмане называют испытанием. Верующие считают, тем, кто пройдёт его, Всевышний простит грехи. Но даже после праздника разговения мусульмане не перестанут поститься. Впереди шестидневный пост. Считается, что тот, кто держал его весь Рамадан и дополнил в месяц шаваль, получит заслуженную награду. Матрик Ковалёв и Александр Петров. Республика. Чувашия стала заключителем пункта маршрута автопробега «Дорогу-молоку». Такую необычную акцию проводит Национальный союз производителей молока, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этой отрасли. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем правления «Союз молоко» Андреем Даниленко. Федеральную поддержку субъектам молочного скотоводства необходимо усилить, считает Национальный союз производителей молока. Тем более, что у многих регионов возникают сложности по субсидированию аграриям части затрат на один литр реализованного товарного молока. Глава Чувашии отметил, что бизнесмены, которые планировали реализовывать на территории республики долгосрочные проекты, в настоящее время находятся в затруднительной ситуации из-за отсутствия федеральных субсидий на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам. Тем не менее, мы ставим перед собой задачу производить в год 500 тысяч тонн молока, сообщил Михаил Игнатьев. На самом деле чудо, что вы удерживаете объемы производства на этом уровне. Сегодня же Андрей Даниленко провел в Чувашии итоговое совещание производителей молока. Подробнее об этом в завтрашнем выпуске программы «Республика». От простейших спортивных площадок до современных спортивных сооружений мирового стандарта. Такой путь за 90 лет прошла отрасль физической культуры и спорта в России и в Чувашии в том числе. Накануне Дня физкультурника Минспорта ответил свой юбилей. Высший совет физической культуры был утвержден в СССР в 1923 году. По удивительному совпадению, в этот же день президиум Чувашского облсполкома принял решение о создании областного совета физкультуры. Физкультуру в массы, рекорды и победы на службу Родине. 15 лет во главе спортивного ведомства Чувашии Василий Филиппов посвятил развитию физкультуры и большого спорта в нашей республике. Всю свою сознательную жизнь работаю в спорте. Я мастер спорта по акробатике. Сегодня в каждом сельском районе есть современный физкультурно-спортивный комплекс. Мы мечтать не могли об этом. Сегодня заниматься не хочу, но не совсем хотят молодежь. Национальной идеей должна быть. Быть сильным, здоровым, ловким, успешным. Чувашия внесла заметный вклад в развитие российского и международного спортивного движения. С 1952 года на Олимпийских играх участвовали 37 спортсменов Чувашии. Имена наших знаменитых олимпийцев, легкоатлета Арделеона Игнатьева, велосипедистов Валерия Ерды, Ирины Калентьевой, лыжника Владимира Воронкова, Скороходов Елены Николаевой, Олимпиады Ивановой, Владимира Андреева, Марафонах Валентины Егоровой и Татьяны Петровой Архиповой известны всему миру. Многочисленных молодежных прыжков и футбольных команд до полноценной отрасли. Причем отрасли одной из самых передовых, эффективных и значимых. Руководство нашей республики, развитие спортивной отрасли, относит к одной из приоритетных задач своей деятельности. За 90 лет в республике создана мощнейшая сеть спортивных сооружений. Сегодня во всех сельских районах и малых городах республики построены современные физкультурно-спортивные комплексы. Вдвое больше жителей республики стали заниматься плаванием. Такого масштабного развития спорта в столь короткие сроки за 7 лет в истории нашего региона никогда не было. Тот, который сегодня следит за собой, занимается физической культурой и спортом, он всегда стойкий, выносливый, мужественный. У него всегда проявляется характер к полей. Мы гордимся нашими чемпионами, мы гордимся нашими лучшими спортсменами. Никого не может быть сомнений о завершении начатых спортивных сооружений. Мы практически вложили миллиарды рублей. Все свои обещания мы выполняем перед спортивным сообществом, перед жителями. Но миллиарды с миллиардами, я хочу это отметить, делают все люди. Сейчас в республике ведется строительство регионального центра по велоспорту «Маунтинбайку». Планируется начать строительство регионального центра по биатлону. В 2014 году запланировано строительство центра по стрельбе из лука. Кроме того, в Чебоксарах начато возведение ледового дворца. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Накануне профессионального праздника – благодарности и грамоты. В эти дни заслуженные награды вручают ветеранам спорта, тренерам, руководителям спортивных федераций и учителям физической культуры. Глава столицы Леонид Черкесов встретился с сотрудниками спорткомплекса «Спартак». Сразу после торжественного собрания глава города ознакомился с ходом строительства первого физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Спартак». На данный момент здесь идут внутренние электромонтажные работы и штукатурка стен первого, второго и третьего этажей. Ведется прокладка наружных сетей ливневой канализации, электроснабжение. На 70% уложена кровля. К концу года новый физкультурный объект примет первых посетителей, обещают строители. На площади почти в 5000 квадратных метров расположится спортивный двухэтажный зал. Зал для занятий тяжелой атлетикой, аэробикой, удобной раздевалки, душевые, административные и технические помещения, комнаты тренеров, а также современный тренажерный зал и два бассейна. Глава города отметил, что в этом месте необходимо предусмотреть вместительную парковку для автомобилей, ведь сюда приезжают дети и взрослые со всего города. Так что места надо много. В этом же году начнется строительство фоку по Игерскому бульвару, и она будет сдана в следующем году. И в следующем году еще одного фока, строительство, которое будет сдано в 2015 году. И другие спортивные аэробики, и ледовый дворец перспективы, и бассейн по федеральной программе. Еще два бассейна планируются отдельных, как по Урукову, сдано в прошлом году. Галина Титарчук, Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика. Минамущество Чуваши отчиталось, как реализуется в Республике федеральный закон о предоставлении участков многодетным семьям. В рамках закона на 1 августа на учет для получения земельного участка поставлено почти 3,5 тысячи многодетных семей. Кстати, только за июль их количество увеличилось на 132. Больше всего заявок в Чебоксарах и Чебоксарском районе. Затем идут Новочебоксарск, Канаш, Цивильский и Вурнарские районы. Уже получили участки 1316 семей. Причем половина их собирается строить жилье, а вторая половина использовать под личное подсобное хозяйство и дачи. На 1 августа текущего года полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи, поставленные на учет в Алатарском и Канашском районах. Самый низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками по-прежнему в Канаше, Шумерле и Чебоксарах из-за нехватки свободных территорий в городской черте. Министерство здравоохранения России подготовило доклад о реализации территориальных программ «Государственная гарантия оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2012 году». При подготовке доклада учитывались критерии доступности и качества медицинской помощи, динамика основных показателей здоровья населения и удовлетворенности медицинской помощью. Чувашия вошла в число 12 лучших субъектов Российской Федерации по оказанию бесплатной медицинской помощи. Наша республика также названа лучшим регионом России по организации работы службы неотложной медицинской помощи. Парковки вместо газонов, ямы на дорогах, куча мусора вместо клумб. Сегодня о проблемах своего дома, двора или улицы чебоксарцы могли рассказать лично главам районов. В трех городских администрациях прошли прямые линии. Наша съемочная группа послушала, что беспокоит жителей Ленинского района. Телефоны в администрации Ленинского района начали разрываться еще до условленного времени. В первой главе прорвалась жительница проспекта Ленина. Женщина поинтересовалась судьбой зеленых насаждений и заодно пожаловалась на футболистов. Но не тех, которые пинают мяч, а на тех, которые отфутболивают жителей в разные инстанции. Когда согласно плану обустройства города будут восстановлены зеленые насаждения, вырубленные в 2010-2012 годах по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке, начиная от мира люксор до дома торговли. Мин природы ответить на этот вопрос не может. Да, действительно, такая ситуация у нас в городе существует. Но, начиная с осени прошлого года, липы вместо высохших деревьев мы уже начали высаживать. Высаживали и по проспекту Ленина, и по проспекту трактора-строителей, и по Карла Маркса. Значит, весной эту работу не стали проводить, потому что в летний период деревья плохо приживаются. Поэтому осенью эта работа будет продолжена. Что ж, кому-то не хватает зелени под окнами, а кому-то дворника. О бесхозной куче мусора на тротуаре по улице Кооперативная мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Тогда ответить на вопрос, кто отвечает за этот райский уголок в центре города, нам так и не смогли. Сегодня с этим вопросом к главе района обратились жители. Сворачиваешься с Карла Маркса, поворачиваешься на улицу Кооперативная, и сразу же начинается помойка. Она существует уже, я не знаю, сколько времени. Я поняла, суть такая. Управляющая компания «Центр» говорит, это не наша территория. Городская администрация говорит, это не наша территория. Территория ничейная, помойка существует. Сегодня дам задание, выйдут, уберут. Нет, а это будет разовая такая уборка? Ну, возьмем под контроль постоянно. Что ж за судьбой этого тротуара будем следить и мы. Впрочем, звучали в администрации более судьбоносные вопросы. Из разряда «быть или не быть». Собираются снастись или нет. Вот мы сейчас вроде как бы хотим ремонт делать, обустраивать. Стоит, не стоит это делать. Еще раз назовите адрес, пожалуйста, и представьтесь. Школьный троис 4-й, Алимова, Наталья. Сегодняшний день сказать о том, что дома аварийные, не приходится. У нас программа принята, аварийные дома признаны, значит, есть программа. Но в эту программу пока ваши дома не вошли. Понятно. Пока еще можно жить, да? Да, ну, конечно, не можно жить, а нужно жить. Тем, кто линию пропустил или не дозвонился, шанс поговорить лично с главой района предоставится еще не раз. Подобные мероприятия в администрациях проводятся каждый квартал. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Российским автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. 6 июля в силу вступили изменения в правила дорожного движения. Помимо введения новых знаков, поменялся и ряд терминов. Подробнее в нашем следующем сюжете. В конце июля Дмитрий Медведев подписал поправки к правилам дорожного движения, согласно которым вводится ряд новых знаков и терминов. Вот некоторые из них. Новый знак «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» будет предназначен только для маршрутных транспортных средств и легковых такси. Место стоянки теперь будет называться немного иначе – «Парковка». А там, где будут производиться дорожные работы, применят временные дорожные знаки, выполненные на желтом фоне. Введено дополнительно новых 24 дорожных знака на желтом фоне. И введены еще знаки парковки и таблички. 8 табличек, кроме вида транспортного средства. Дорожные знаки на желтом фоне предупреждают участников дорожных движений, что впереди ведутся дорожные работы. И при противоречии временных и постоянных дорожных знаков, они должны руководиться именно временными дорожными знаками. Дополнительно изменилось требование знака движения грузовых автомобилей запрещено. Отныне он распространяется на все виды грузовых транспортных средств с указанной разрешенной массой. Еще одним новшеством стала возможность поднять скорость. На автомагистралях со 110 до 130 км в час, на автомобильных дорогах с 90 до 110 км в час. В скором времени новые знаки появятся и на дорогах Чувашии. Татьяна Филатова, Республика. Петр Павел час убавил, говорят в народе о сокращении солнечного дня. А Илья Пророк два уволок. К тому же пасмурная погода наведывается в гости все чаще и чаще. Чтобы продлить летнее настроение, чебоксарские художники раскрашивают городские объекты яркими цветами. Георгий Кулешов решил стать художником еще в детском саду. За свою творческую жизнь написал десятки картин. Сделал несколько выставок в ДК ЧГУ. Уже четвертое десятилетие Георгий Юрьевич официально работает художником-оформителем. Начинал он с рекламных плакатов для машиностроительного и агрегатного завода. Затем создавал кинорекламу для Дома культуры. Сейчас Георгий Кулешов нашел новые объекты приложения творческих усилий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. То есть вот в наших дворах, через которые ходит масса разного зрителя, причем разные все они. Все они разные. И большие, и маленькие. У всех свое мировоззрение. И вот хочется нарисовать так, чтобы нравилось это дело всем. То есть моя задача, вот самое простое, это вызвать улыбку у человека. То есть вот он вышел из подъезда с плохим настроением и пошел на работу. И вот он увидел какую-то стену с рисунками и улыбнулся, настроение у него улучшилось. То есть вот уже задача выполнена, я считаю. Вот из-за этого, собственно, и работаем. На днях Георгий Кулешов закончил оформление пятой по счету трансформаторной подстанции. Лозунги воспитательного характера соответствующим образом оформленные. Непременный элемент любой картины. Такого рода надписи учат людей не мусорить там, где они живут, считает художник. На протяжении трех недель жильцы домов наблюдали за процессом создания трансформаторной фрески. Говорили спасибо, помогали по мере возможностям. Конечно, стало очень хорошо. Сразу стало веселее, радует глаз. Очень так приятно смотреть. Даже жалко, если будут разукрашивать ее, будут портить. Потому что создавалось нелегким трудом, где-то, наверное, недели две создавалась вот эта будка, красил художник один. И вот сейчас очень даже радует нас. И очень даже приятно, что в нашем дворе появилась такая вот красочная будка. До было безобразие. Сейчас очень красиво. У меня даже друзья заезжали, видели. Говорят, что очень красиво. Главное, чтобы дольше простояло. Анна Шорина закончила ЧГУ по специальности дизайн костюма. Две ее дочки ходят в 200-й детский сад. В группах Анна рисовала по своей инициативе. А веранду разрисовывает по просьбе воспитателей. В садик готовится к городскому смотру конкурсу. В детских садах я рисую давно, потому что я люблю детей. Мне хочется, чтобы они... В садике они находятся очень долгое время. Практически большую часть своего дневного времени. Мне хочется, чтобы они были здесь и развивались. Чтобы им было интересно находиться в детском саду. Я очень люблю рисовать натурально. Люблю мультики с вымышленными персонажами. Но стараюсь рисовать настоящих, настоящих животных. Чтобы они были похожи на тех, которые можно увидеть, например, в зоопарке. Поэтому вы видите, здесь у меня лиса, зайцы, ежик. Первый художественный опыт у Лилии Кузиной был в 11-м классе, когда учительница русского языка попросила ее обновить классную стену. Потом были студвесны, для которых Лилия делала декорации. Сейчас она работает кредитным специалистом и воспитывает маленькую дочку. Однако это не мешает ей воплощать свои творческие фантазии на веранде детского сада. Как-то я зашла за ребенком в садик, и мне воспитательница говорит, мы тут забор обновили, покрасили, у нас остались краски. Не могли бы вы нам веранду раскрасить? Я говорю, ладно, конечно, мне не сложно. И вот, в свободное от работы время, я сюда приходила, рисовала, взяла детскую книжку. Персонажи, которые там были, перерисовала. Благодаря таким людям, как Георгий Юрьевич, Анна и Лиля, преображаются и расцветает наш город. Чебоксарцам не грозит осенняя депрессия и зимняя скука. Ведь в душу будут греть яркие и солнечные рисунки. И только от нас зависит, сколько времени просуществует эта красота. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Яркие цветы распустились и в национальной библиотеке. В галерее «Серебряный век» проходит выставка «Цветное настроение». Я благодарна всем, что вы пришли. Очень много знакомых и очень много незнакомых. Людмила Шуркина – художник со стажем. И, как принято было говорить раньше, многостаночник. В смысле, работает в разных жанрах и видах изобразительного искусства. Персональная выставка у нее первая. Этого момента Людмила ждала два года. Она хотела показать все, чем любит заниматься, что умеет, и просто попробовать себя в новом амплуа. То, что я хотела, представить больше живописи, больше акварели. Многие знают меня как модельера, и для них это тоже было неожиданностью. Все спрашивали, а где одежда? А я вот решила с этой стороны себя показать. И у меня, в принципе, была цель показать больше живописи. На выставке были представлены студенческие работы автора, а также то, чем занималась художница последние 15 лет. Это фотографии, батик, натюрморты и пейзажи. Посетители с интересом и восхищением знакомились с работами Людмилы. Изучали книги про рукоделию, фотографировались и охотно делились впечатлениями. В целом мне нравится. Прямо летнее настроение создает. Хочется побыть здесь на это, посмотреть на эти работы. Удачно все. Людмила Николаевна, желаю здоровья, творчества, удачи, чтобы все получилось у нее хорошо. Цветное настроение поддержали и лауреаты музыкального конкурса. В последнее время редко какой вернисаж в Чебоксарах обходится без концерта. Сама Людмила Шуркина осталась довольна своим дебютом и в ближайшем будущем планирует выставить свои работы снова. Анастасия Масляева, Александр Петров, Республика. Комфортабельные и уютные квартиры в самом центре Чебоксар и живописном уголке Новоюжного района со скидками. Именно такие предлагает компания «Мастерстрой». Полезная информация далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. 14-й микрорайон Новоюжного района, или лента, как его здесь называют, расположен в самом живописном месте по проспекту тракторостроителей. Из одного окна открывается вид на город. Из другого – пейзаж с полями, лесами и лугами. Оба здания девятиэтажные. В каждом однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. Причем даже однокомнатные выглядят просторными. Все дело в правильной планировке здания, поясняет директор стройфирмы Юрий Ефремов. Чем они отличаются? Во-первых, конструкциями наружных стен. Они выполнены по классической технологии. Из глиняного кирпича, толщиной в три кирпича. Это, если выражаться строительной терминологией, или 77 сантиметров. Фундамент дома – сплошная монолитная плита. Что позволяет с уверенностью утверждать о высочайшей степени надежности и долговечности возводимого дома. У «Мастерстроя» есть собственное производство строительных изделий. А вот облицовочный коричневый кирпич – специально привезенный из Самары. Стены обладают пониженной теплопроводностью. В квартирах зимой тепло, а летом не жарко. Кроме того, в каждой квартире предусмотрены индивидуальные счетчики тепла. Захотел – отключил тепло и зимой. Лишние деньги платить не придется. Девятую позицию «Мастерстрой» планируют сдать уже во втором квартале, а десятую – в конце следующего года. А вот 18-этажное здание по улице Калинина окнами трехкомнатных квартир выходит на Чебоксарский залив и Волгу. Но вид из окна – всего лишь бонус. В основной список включены более ощутимые удобства. Например, подземный гараж. Потом три этажа – это офисные помещения. И оставшиеся 15 этажей – это жилые квартиры. Трехкомнатные, двухкомнатные, однокомнатные. Строительная компания «Мастерстрой» на строительном рынке уже более 12 лет. Срок вроде небольшой, но за это время в Чувашии появилось немало общественных и жилых зданий, построенных фирмой. Чебоксарцы знают «Мастерстрой» как организацию, строящую качественное, современное и удобное жилье. Субтитры создавал DimaTorzok